24 июня 1945 года в 10 часов утра на Красной площади в Москве начался, пожалуй, самый знаменитый военный парад 20 века. Командовал парадом маршал Рокоссовский. Принимал Георгий Жуков. 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Без малого 4 года наша Родина вела самую тяжелую схватку, которая когда-либо выпадала на ее долю. Более 26 миллионов человек заплатили жизнями за то, чтобы защитить свою страну, освободить пол Европы и сокрушить военную машину Германии, противостоять которой до этого не мог в мире никто. Когда-то гордо реевшие над Прагой, Варшавой, Парижем, стяги фашистских частей и соединений теперь летели к подножию Мавзолея. А по брусчатке Красной площади шли те, кого потом назовут самым высоким из возможных званий – солдаты Победы. В горниле этой страшной битвы у Советского Союза появилась целая плеяда великих полководцев – Рокоссовский, Василевский, Рыбалка, Чуйков, Новиков, Кузнецов и многие другие. Их имена знала и боготворила вся огромная страна-победительница. И все-таки самым популярным в народе был Жуков. В тот год ему исполнилось 49. Он был на самой вершине. И ему казалось, что так теперь будет всегда. Не думайте, что я хочу сказать что-нибудь необычайное. У меня самый простой, самый обыкновенный тост. Я хотел бы выпить за людей, у которых чинов мало и звание незавидное. За людей, которых считают винтиками великого государственного механизма, но без которых мы все маршалы и командующие фронтами, армиями, говоря грубо, ни черта не стоим. Какой-либо винтик разладился и кончено. Я поднимаю этот тост за людей простых, обыкновенных, за винтики, которые держат в состоянии активности наш государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела. Наше правительство сделало немало ошибок. В 1941-1942 годах были моменты отчаяния. Наша армия, отступая, оставляла наши родные города и села. Другой народ сказал бы своему правительству, вы не оправдали нашего доверия. Уходите, мы поставим новое правительство. Но русский народ пошел другим путем. за народ, который держит нас как основание вершину. Спасибо тебе, русский народ, за доверие. Ура! 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 Бокалы поправь. Слышишь, Шура, я на параде была, всех внимательно пересмотрела, ее там не было. Кого ее? Ну, че ты, Шур? Что? Ну? Что с того, что он ее сюда привез? Кого ее? Ты чего, Шур? А ты чего, Ливич? Ну, ты же хочешь поговорить об этой докторице, а молчишь. Вот что я тебе скажу, подруга. Говорить я об этом не хочу. Была у него. Была по ПЖ. Таскал он ее по фронтам, да? По привычке. Подстилку эту, да? А теперь все. Он домой приехал. К девочкам и ко мне. Домой. Сашка, Сашка, какая ты умница. Жена настоящая. Да. Раскисать тебе больше не позволю. Не позволю. Мне сегодня три часа прическу делали. Я потом еще два часа дом переделывала. Ну, что я тебе скажу. Прекрасно. Следи за тем, что... Я по своим опытам могу судить. Танк, мощная машина. Любого врага сомнил. Но вынь из него пару нужных винтиков развалится. Государство, машина. Тут сбоев нельзя. Выпьем за винтики. Ура! 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 Паш, ты... Поосторожней насчет ошибок-то. Не на передовой. А сам-то вчера что сказал? Четыре миллиона солдатиков в сорок первом плен завали. Я понял. Теперь-то можно. На дачу. Приезжай. Поговорим. Товарищ эхцера, да? Всех сегодня вечером жду к себе. Товарищ эхцера. Вечером у меня. Хорошо. Вот, смотри. Маргарита сорт. Сам посадил. Кстати, так дочку его от Волокова зовут. Красивая. Красивая, красивая. Пахнул. А дочка-то? Навещает он. Ну, конечно. Ты знаешь, какой он отец? Травинскую никогда не бросит. Одни девчонки у него. Ой, о сыне мечтает. А ты роди ему сына. Ну что, действительно? Прямо вот сейчас вот. В моем возрасте, да? А вдруг получится? А чего? Знаешь, у меня одна старушка есть. Все может. Я сейчас тебе адресок черкну. Я с молодой по бабкам не ходила. И эту подвинем. А старушка, она посильнее порткома будет. Прости, Господи. Посильнее порткома Людус ничего нет. Уж поверь мне. Товарищ Сталин, вы так замечательно сказали о русском народе. Откуда вы, грузин, так хорошо знаете русский народ? Я не грузин. Я русский, грузинского происхождения. Рыскор ибо Товарищ Сталин, снимайтесь, снимайтесь. Заслужили. Садитесь, товарищи офицеры. Товарищи, приготовились? И… Ой, боюсь я чего-то. Чего ты боишься? Боюсь, только и слышишь, жука, 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 жука. А я-то его знаю. Голову поднимет, у дела за кусты, вперёд. Хватит славить его. А кого нам славит-то? Сталина. Во время войны кто побеждал? Сталин? Сталин. Вот сейчас надо говорить Сталин. А кому это понравится, когда вдруг жука? Я на параде на Сталина смотрела. Не на Жора на белом коне, а на него. Стоит. Мрачный. А какой он должен стоять? Что он, хохотать должен на мавзолее? Правильно стоит, суровый, мрачный. А какое?! Ахи! Э evangelий! Ээ! Эээ! Эээ! Ээээ! Эээ! Ээээ! Поехали! Смотри, господи! Народные гуляния. Все на Красной площади. Эх, посмотреть бы! Не насмотрелся от Варшавы до Берлина? Тишины хочу на рыбалку. Удочка, прикормка, черви. Всё в багажнике. Останови-ка здесь. Есть. Здравия, жена! С праздником вас, женщины! С великой победой! Красота такая! Давайте! Все возьмем! На заднее сиденье! Парни! Парни! Рука! Помоги! 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 Не, так не надо. А я за так не отдам. Только за поцелуй. Давай! Отчаянно, ребята! Он такую бледную есть не будет. Даже в рот не возьми. Рассчитана. Приучила ее к своей готовке. Теперь всех мочу. Порумянула, чтоб корочка была. Подруга, пойдем отсюда. А то провоняем рыбой. Нам никакие кокос Шанелью не помогут. Чувствуй сюда. Капустка. Хитрая закуска. И подать не стыдно. И сашу-то не жалко. Спасибо. Это тоже. Дожарь. Так. Вот. Подожди здесь. Есть. 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 Соскучилась. 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 Подожди. Вот. Это что? Все снимки? Да. Пожалуйста. А где же… Держите. А где же здесь товарищ Сталин? Петр Николаевич, он… Он сам не захотел фотографироваться. Пусть будут только военные. Встал и ушел. Уверен? Так при мне же было. Товарищ Сталин встал и пошел двери. Ну, в туалет. Ну, я потом попросил позвонить Власику. Он сказал, что Иосиф Виссарионович на дачу уехал. Члены Союзного контрольного совета подписали совместное соглашение по управлению Германией в штабе маршала Жукова. Именно ему обязаны советские войска своей победой над Германией. За Соединенные Штаты подпись поставил генерал Зинхауэр. За Британию — фельдмаршал Монтгомери. За Россию — маршал Жуков. По мнению многих наблюдателей, именно Жуков является преемником… Что, говорить разучился? Никак нет, товарищ Сталин. Является преемником Сталина во главе коммунистической партии и советского государства. Авторитет Жукова среди армии и населения России фактически безграничен. Фирод Сибири Безусловно, хватит. На сегодня… Слушаюсь. Кто тебя просил зажигать свет? Я виноват, товарищ Сталин. Абакумова и Берию ко мне. Срочно. Слушаюсь, товарищ Сталин. Что ж ты на Красную Площадь не пришла? Я не посмела, я подумала, там она как. Как бы я пришла? Ну и что? Она ж тебя даже не знает, как ты выглядишь. Ну, я-то знаю. Не надо, Георгий. Ты здесь, ты и сидишь. И мне хорошо. Я рада. Что, тебе пора? Только ты не уходи сразу, я скучаю, я скучаю, Георгий. Пора. Нет. Прости меня, прости. Да, ну ладно, всегда куда-то пора. Плесни-ка мне еще. Угу. Ну, гости ждут. В пятницу заеду. Отставить слезы. Войну пережили. Ну-ну-ну. Только не кричи сразу, ладно? Я ребеночка хочу. Хочешь, рожай. Как? Она же не простит меня. Да ладно, простит. Рожай и все. Только обязательно мальчика. Мне сын нужен. Наследник. Ну, давай. Все. Ушел. 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 Не спал я, товарищи, сегодня. Да и вчера не спал. У вас как, Лаврензеев? Виктор Семенович, хорошо со сном? Очень хороший сон, товарищ Сталин. А у вас, товарищ Абакумов, крепкий сон? Спасибо, товарищ Сталин. Садитесь. Вот выиграли мы войну. Так? Так точно, товарищ Сталин. И всенародно отметили победу. Так, Виктор Семенович? Так точно, товарищ Сталин. А народ об этом должен узнать, так? А как он должен узнать? Через радио, газеты, через средства пропаганды. Как вы считаете? Товарищ Сталин, в органах пропаганды Великий День Победы отмечен широко. В кинотеатрах идут документальные фильмы, вышли ряды статей, фотографии. О, фотографии, кстати. Товарищ Поспелов корректуру прислал. Я ознакомился с тем, товарищи, как вы оценили мой вклад в победу. Большое спасибо. Оценили. Думаю, товарищ Сталин, номер не может в таком виде выйти. Почему? Раз так уж вы решили. Мы не решали. Это упущение. Главного редактора упущение. Надо разобраться. Кушайте. Спасибо. Из горе мне прислали. Очень вкусные яблоки. Разобраться? Главный редактор, правда, разобрался уже. Засомневался. Увидел руку врага. А вот где вы были, в этом предстоит разобраться. Главный редактор, я уже не喜欢. Одна. Ура! Мне, вот, книжку дали почитать. О жизни 12-ти цезаря. Я говорю, 2 тысячи лет назад. Написали. Твоя победа твоему лучшему другу… Видится, как личное оскорбление и поражение. Ну, жена, встречай победителей. А рыбку-то приготовила, а то я голодный, как волк. Иосиф Виссарионович, я предлагаю немедленно созвать весь высший ком-состав и переснять. Зачем? Пусть народ-победитель видит своих героев. Жукова видит. Рыбалко. И даже тут простые генералы вместе с народом отмечают. Вот что завтра враги наши увидят. Нет товарища Сталина в Кремле. Не вижу я его. Плохо, товарищи. Украли вы у меня мою великую победу. Подумайте, крепко подумайте. И приходите как-нибудь, если позову. А это решите без меня. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а теперь, за победу. Два коротких, один длинный. Ура! 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 Простите, товарищ Жуков, но тут как-то вас… Так, где у меня клей? Толенки, да, поленки! Ой, да не пошиты стареньки! Толенки, нельзя поленки носить, Ох, не к чему-то милому ходить! Валенки, какие валенки! Ой, да не пошиты стареньки! Валенки, валенки! Валенки, не пошиты стареньки! Ой, и ты, Каня, ой, Николай! Сиди дома, не гуляй! Не хотим на тот конец! Ох, вы, добитель, молодец! Валенки, валенки! Валенки, не пошиты стареньки! Валенки, да, валенки! Валенки, не пошиты стареньки! Ах, хорошо-то как! Тишина! Давайте! Долго мы эту тишину ждали! Мы не ждали, мы воевали за нее! Думаю, только война эта не закончилась еще! Что, все так серьезно? Забздели они нас, силу почуяли! Только виду показывать не хотят! Улыбается так, улыбается, аж за ушами трещит! Напутылыбка и оскал! А он, из Энхавера вручаю орден победы, три недели назад, во Франкфурте! Он мне поднимает полторы тысячи самолетов, вроде как парад! Мол, смотрите, какая сила ждет, если попрете! Забздели — это хорошо! Главное, чтоб глупостей со страху не натворили! Нам бы годков пять переждать, селенок накопить! Скажу вам, мужики, в будущем война, а техники зависеть будет! Значит, перевооружение? Не только! Порядок нужен! Чтоб каждый винтик знал свое место! Для чего он? Чтоб свое дело от и до, от зубов отскакивало! Правильно! Для этой сильной рука нужно знать, что все под единым началом! ПОДПИШИСЬ! 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 Доброе утро, товарищ Сталин! Здравствуйте! Да, да. Товарищ Сталин, по поводу фотографий в газете все выяснили. Тут ошибка фотографа произошла. Он пошел на поводу у товарища Жукова. И я лично допросил… Фотограф дурак, это ваше упущение, товарищи министры. Два прибора принеси, пожалуйста. Хорошо. Как в первый раз. И не в первый раз, и не во второй. Это результат многочисленных системных ошибок, допущенных вашими ведомствами. Отпустите фотографа, товарищ Шабакубов. Поспелого не трогать. Так точно, товарищ Сталин. Обоих наградить. Садитесь. Ну? Обоих наградить. Хороший фотограф, хороший редактор, хорошая газета. Фотография нужная. Народ-победитель должен знать своего героя. Молодцы, пропагандисты. Кушайте. Получается, я виноват. Виноват. Вышел по малой нужде, вернулся, а генералиссимуса не находят. Нету его. Спасибо. Потеряли. Потеряли. Поссать нормально не дали генералиссимусу. Стоит генералиссимус в Кремле в углу, в такой торжественный день, и никого нет. Снялись и пьют водку. Тебя нет. Тебя нет. Абакумов? Кто в этом виноват? А? Что скажет на это товарищ Абакумов? Товарищ Сталин, извините, это упущение. Лично мое упущение. А кто? Лучше нас армия-то знает. Не берешь с Абакумовым? Я думаю, после поздама он меня в Москву запросит. Да, высоко метишь. В армии сейчас огромная сила. Кто ее управляет, у того власть. Ты думаешь, что он ее просто так отдаст? Он мне верит. Я это чувствую. Да и выхода у него другого нет. Если не хочешь, чтоб сорок первый год повторился. Разрешите, товарищ Сталин? Ну, я не знаю. Знаете, я считаю, есть вещи поважнее, чем эта фотография. Георгию Константиновичу Жукову вручили орден Британской империи. Орден Бани. Впервые в истории награждается иностранница. Ну что ж, мы должны поздравить товарища Жукову. Ну, конечно, мы его попросим отказаться от ордена. Но то, что наши союзники видят таланты наших военачальников, это хорошо. Дальше что? Дело в том, что посол Майский уже принял этот орден за Жукова, не проконсультировавшись. Майский, Майский. А, дурак он. Хоть и еврей. Товарищ Сталин, я уверен, вот эти факты доказывают, англичане целенаправленно вербуют Жукова. А может быть, уже завербовали? Что ты говоришь? О чем ты говоришь, гитар? Ну, какие факты? Дали орден фактой? Фактов действительно нет. Это ясно. Но, товарищ Сталин, такое поведение маршала — это недопустимо. Он думает, что его до сих пор недооценили. И все операции, которые проходили во время войны, были разработаны только лично им. Одним словом, бонапартизм Жукова налицо. Бонапартизм. Хорошее слово. Бонапартизм. Образован ты, Лаврентий. Красивый, а главное, нужные слова, знаешь, бонапартизм. И кроме того, товарищ Сталин, буквально все иностранные газеты возвеличивают славу Жукова в отношении победы над немецко-фашистскими захватчиками. Вот, пожалуйста, Нью-Йорк Таймс. А кого они должны возвеличивать? Вас вдвоем. Вам легко говорить. А я с ним все пять лет вместе. И никогда не заметил вашего бонапартизма за ним. Я знаю. Товарищ Жуков склонен к сознайству. Это все знают. Но мы все не без греха. Народу нужен национальный герой. Жуков — национальный герой. А за приноту спасибо. Вообще, я посоветовал бы вам повнимательнее отнестись к этой истории с фотографией. Страна лежит в руинах. Надо поднимать страну. Зачем нам в мирной жизни так много генералов? Тут есть над чем подумать. Панапартизм. 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 Всё, так? individual швamm öld у панапизм ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пятый. Это квартира маршала Рыбалки. Проверка, как поняли? Понял. Генерал Реппин. Да. Вы арестованы. Полковник Григорьевич? Да. Вы арестованы. Сдайте оружие. Нет у меня оружия. Пятый. Квартира маршала Жукова. Проверка. Понял. Вот ты, Серов, друг Жукова. А на днях визбол меня к себе товарищ Сталин и указал на недопустимое, разнузданное поведение высшего комсостава Советской Армии. В частности, Георгия Константиновича Жукова. Я с ним согласился. На то он и гений, товарищ Сталин. Чтобы вовремя острым взглядом увидеть и предупредить своего боевого товарища Жукова, который зазнался, впал в бонапартизм и считает себя чуть ли не спасителем отечества. А ты был лично мной приставлен к этому спасителю отечества, чтобы этого не случилось. Но ты не справился. Я не справился. Садись. Ну? А вот теперь скажи мне, почему это происходит? Спроси у меня. Ну и почему же это происходит, Лаврентий Павлович? Да потому что двух спасителей отечества в одном государстве быть не может. Вот гений. Он один. Двух не бывает. Ты меня понимаешь? Понимаю. Сталин поручил Абакумову разрабатывать Жукова. Вникаешь? Вот как. Вникай. Лично мне все равно. Виноват Жуков или нет, но я знаю одно. Если Абакумов окажется на коне, он тут же подсунет ему документы, компрометирующие меня, тебя, весь наш аппарат. Что он уже и делал неоднократно. Понимаешь? Да это я прекрасно понимаю. Да ни черта ты не понимаешь. Наснимался с ним в разных позах, а? Поздравляю. Мы с тобой должны как по нотам разыграть, чтобы Абакумов утерся. А значит, мы будем поддерживать Жукова и даже прикрывать. Лаврентий. Что, Вань? Я по твоему личному указанию находился рядом с Георгием Константиновичем. Ну, служил ты-то больше ему, чем мне. Если Абакумов разработает Жукова по полной, я-то в итоге чисто останусь. Но тебя к лику, Жукова, пристегнут, как миленько. Ты сам хотел. Вань, омолчи. Ой, явился. Верно говорят, старые слова сбываются. Иди, ждет она тебя с радостным известием. Иди, ждет она тебя с радостным известием. Бабулька, что она здесь делала? Колдунья, гадать приходит. Что, 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 что? Соседка сказала, что есть женщина, которая может точно сказать, мальчик родится или девочка. И берет недорого, да? Ни копейки. Значит, украла, что ли? Да нет, она все время здесь была. Пшено. Волшебное? Угу. Волшебное. Ах так. Ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа. У нас мальчик будет. Константин Георгиевич. Сын. Сын. Да. Да. Только, только надо на всякий случай посмотреть, утонула ли пшено. Утонула. Утонула. Вот. Страшно. Давай я? Нет. Все будет хорошо. А ну, утонула. Жуй быстрей. Изучай. Заявление жены Жукова просит вернуть достопочтимого маршала в семью от этой военно-полевой жены Лидии Захаровой. Ты помогал маршалу выхлопотать ей квартиру на Покровке? Так точно. Постарался, молодец. А теперь поговори с ней по-дружески. Пусть держится от него подальше, пусть не высовывается. Может, и завербовать получится. Как думаешь, справишься? Конечно, справлюсь, Лаврентий Павлович. Действуй. Письмо. Письмо я заберу. Письмо верни. Разрешите идти? Идите. Поехали. Письмо. Поехали. 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 Вернусь! О! Иван Александрович! Здравия желаю, Лидия Владимировна! Проходите. Спасибо. Как жизнь молодая? Хорошо. Хорошо? Это хорошо. Ну? Проходите. Спасибо. Как, Георгий Константинович? Давно был? Ой, давно. Я скучаю. Понимаю, понимаю. Может, до чаю? Давай. Давай. Чай. Спасибо. А может, покрепче с чего? Я рюмочку принесу. Покрепче? Ну, давай, давай, да. Разговор у нас с тобой длинный. Спасибо. Спасибо. Вот. Ну? Ты как? Выпьешь? Нет, нет. Я — нет. Ну? За победу. Да. Я смотрю, у тебя уже и закуска готова. Или ты ждала кого? Подруга заходила. Вот посидели. Подруга? Подруга — это хорошо. Ух, Лидочка, Лидочка. Вот что, Лидия Владимировна, слушай-ка меня внимательно. Жена Георгия Константиновича письмо написала. Ну, куда написала, надеюсь, ты понимаешь, с просьбой огородить его от тебя и от твоего воздействия. А я-то что же? Я вот и на всей перед вами сижу. Я никому зла не желаю. Вот что, Лида. Лида. Я тебя сейчас очень прошу. Давай вот без вот этого всего, ладно? Ты девушка не глупая, поэтому слушай меня и вникай. Если Георгий тебе позвонит, скажешь ему, чтобы месяц к тебе не ногой. О нашей с тобой встрече Георгия Константиновичу знать не нужно. Любопытно. Это почему? Так времена меняются. Меняются, Лидочка. Ох, как меняются. Ну, ладно, ладно, ведь у нас с тобой основная задача какая, Лид, а? Правильно, чтобы маршал был жив, здоров, крепок, бил, так сказать, врага. Не трогавший рукой. Да? Ну, а у нас с тобой на этот счет должно быть полное взаимопонимание. Да, Лид, ну, хорошо, смотри, вот я ем сейчас вот эту самую селедочку с вот этой тарелочки и думаю, а вдруг вот эту самую селедочку только что до меня маршал кушал. Вот, видишь, а ты говоришь подруге, а вдруг вокруг маршала, заговоров или шпионы какие-нибудь. Лид, я тебя прошу, пожалуйста, не дари. Давай-ка, по-дружески, честно, выкладывай. Лида, с тобой там все в порядке? Я съела что-то. Лида! Ла-ка, по-дружескам-то. Да? Ла-ка, по-дружескам-то. Продолжение следует...